Совершенствование управления ЖКХ. Более ста председателей КСК в этом году смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации. Они будут проводиться в городском Акимате с августа по октябрь. Все слушатели получат сертификаты. Подробнее расскажет Гульнара Калиф. Курсы повышения квалификации для председателей КСК проводятся в нашем регионе уже не в первый год. В прошлом обучение прошли порядка 150 петропавловцев, в их числе и Гульнара Карибаева. Председателем КСК МИКСКО она работает два года. Знания, полученные на курсах, позволили по-новому подойти к работе с собственниками квартир, говорит женщина. Прежде всего в решении спорных вопросов, которые зачастую возникают из-за расхода средств. Больше меня интересовала, конечно, юридическая сторона вопроса, так как приходится работать больше в правовом поле. Некоторые жильцы, как бы, изъясняются, просто можно объяснить, которым по пальцам, как бы, на руках. А кому-то приходится использовать именно выписки или статьи из тех или иных законодательств, применять законы и жилищных отношений, и гражданский, и административный кодекс. Поэтому вот эти курсы как раз дают всю ту информацию, которую нам, председателям, недостаточно мы получаем извне. КСК МИК обслуживает шесть многоэтажек, а это более 400 квартир. В нескольких домах по госпрограмме модернизации ЖКХ отремонтировали кровлю, подъезды, заменили трубы в подвале. А в прошлом году во дворе установили детскую имени футбольные площадки. Трубы все поменяли, потому что дом старый уже был, 50 с лишним лет ему было. Надо было ремонт сделать. Площадку футбольную сделали. Я вот в окно на первом этаже смотрю и радуюсь, думаю, сколько детей. Хоть не болтаются где-то, а вот играют. Повысил квалификацию и представитель КСК МИРА-87 Борис Иванченко. Теперь всю информацию по расходам, объявления, отчеты он размещает на специальном интернет-портале. Благодаря сайту мы можем проводить опросы, голосования, предоставлять информацию. Потому что большинство жильцов не владеют ситуацией, не понимают, за что они платят, и куда расходуются деньги, и какие проблемы стоят. В этом доме сейчас устанавливают специальное оборудование. Оно позволит экономить расходы под тепло и горячей воде. Работы ведутся по программе модернизации ЖКХ. Бесплатно смогут повысить свою квалификацию в этом году более 100 председателей КСК. Курсы пройдут в городском Акимате с августа по октябрь. После их окончания всем слушателям выдадут сертификаты. Обучение чисто практическое. Это взаимодействие с жителями. Как объяснить им, чтобы достичь уровня взаимопонимания и снизить конфликты. Как разработать смету доходов и расходов. Как вести учеты делопроизводства. Как обеспечить открытость деятельности. Административный кодекс, налоговый. Также североказахстанцы могут в любое время получить консультацию по вопросам участия в госпрограмме модернизации ЖКХ. Проблема низкой информированности наших граждан в вопросах ЖКХ, низкого уровня правовых знаний, остается актуальной в наше время. И вот Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ участвует в решении этой проблемы. По бюджетной программе он открыл консультационный центр в городе Астана. Вот я показываю номер. Звонок бесплатный. Всего в Петропавловске более 300 председателей КСК. Столько же бухгалтеров. Все не смогут бесплатно пройти курсы повышения квалификации. Гульнара Кали, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.